Продать здание вместе с людьми. Вериться с трудом, но именно так произошло с теми, кто долгие годы считает своим домом общежитий на улице Олега Кашевого. Когда-то здание принадлежало рыбокомбинату, но с тех пор неоднократно переходило из рук в руки. Последний собственник взял в банке крупный кредит, общежитие указал в качестве залога, а после объявил себя банкротом. Неуверенность в завтрашнем дне не единственная забота жильцов. По их словам, несмотря на долги, владелец здания не собирается отказываться от собственности и любыми способами пытается выставить людей на улицу. Здесь у нас умывание. Тоже воды горячей нет. Наталья Коваленко проводит экскурсию. Здесь она живет 31 год. В 80-х ей как сотрудница Мурманского рыбокомбината выделили комнату в этом общежитии. 13 лет назад здание было приватизировано и передано в собственность компании «Протеин». А та, в свою очередь, вместе с людьми передала его другому юрлицу – ООО «ММБ». ООО «ММБ» захотел взять кредит в банке и вот нас вместе с людьми заложил. Хотя мы не знали даже, что такое возможно. И не захотел платить, наверное, по кредиту. Объелся и банкротом. На сегодняшний день в общежитии 68 человек. Юристы советуют людям как можно скорее приватизировать свои квадратные метры. В противном случаях могут выставить на улицу. 23 семьи уже выполнили наказ. Решения еще по четырем пока не приняты. Я на рыбокабинате работала, соответственно, меня сюда заселили по ордеру, как положено. Ордеров у нас нет на руках. Они сказали, что у нас их и не было. Прописку ставили просто общежитие. Хотя вот взять даже я, например, жила в трехместке. Сейчас я 12 квадратных метров. А жила больше с дочерью. Они нас повыселяли с этих этажей. Типа обманным путем. Там крыша течет на время ремонта. И, соответственно, люди кто смог, то ушли оттуда. Кто купил жилье там. Они – руководство компании ММБ. По словам жильцов, владелец общежития Алексей Мухин занимает одну из комнат на первом этаже. И ни долги, ни процесса признания его банкротом, который сейчас ведется в арбитражном суде Мурманска. Бизнесмена будто не волнует. Все попытки поговорить сетуют женщины, ни к чему не приводят. Зато кто в доме хозяин, он демонстрирует ежедневно. Устанавливая свои тарифы на проживание, перекрывая горячую воду. А мужчин тут и вовсе не жалуют. Говорят, выставить человека на улицу посреди ночи, угрожая оружием – обычное дело. У нас на верхнем этаже семья была, мужа вообще приходили с автоматами, выгоняли семью. Да, такое было. Родился ребенок по суду, они его сюда прописали, по суду. Но наше руководство им не дает этой возможности. Им не дают комнату здесь. Им отказывают во всем. Есть у нас еще такая проблема в том, что, например, есть люди, которые приходят… Вот Егорова Алина, она приходит к маленьким ребенкам, она приходит, просит справку, ей отказывают. Человек не может получить ни субсидии, ни детские, ничего. Женщина уверена, Мухин намеренно делает все возможное, чтобы избавиться от неугодных жильцов. Люди самостоятельно установили бойлер, отремонтировали душевую, купили стиральные машины. Просят лишь одного – покоя. Хочу выразить свое негодование по поводу нашего управляющего. Вот сколько разбирательства у нас идут. Когда его привлекают к ответственности, его никогда не найти. Он скрывается. Вначале он сколько раз фирмы менял. То мы были техресурс, ММБ, потом техресурс. Теперь он фамилию свою сменил. Короче, сидит вот здесь, закроется в кабинете за дверями. Приходит, например, там приставы или что там нужно его. Его нету, он уехал. Жильцы убеждены, сделка между протеином и компанией ММБ была незаконной. Разве можно словно игрушку передавать здание вместе с людьми? В подтверждении на руках и копия решения Мурманского арбитражного суда от октября 2012 года. Эта история на слуху середины двухтысячных. На просторах Всемирной сети легко отыскать множество материалов. Но ни общественный резонанс, ни судебное решение, ни обращение во все возможные инстанции, ни мольбы людей взять здание на баланс муниципалитета так и не помогли изменить ситуацию. Быть может, именно поэтому Алексей Мухин чувствует себя столь безнаказанно. Не трогайте, вам не раз поднимутся. Сразу после нашего визита в общежитии с летом за горячей исчезла и холодная вода. И, видимо, чтобы другим неповадно было.